Всем привет! Очередная интересная приблуда для автомобиля с Алиэкспресс. Согласитесь, многим нравятся выкидные ключи, но далеко не на всех автомобилях есть такая опция. Однако, возможно всё. Китайцы представляют нашему вниманию корпус для бревка сигнализации Starline A91 с функцией выкидного ключа. Давайте посмотрим, что у нас было в комплекте. Я его, правда, распаковывал уже. Но сейчас я всё подробно расскажу. Всё было упаковано в купырку, более-менее качественно. И дальше у нас находились следующие вещи. Это здесь двусторонний скотч для наклейки стекла самого брелка. Вот такое жало ключа. Не знаю, для какого это автомобиля, но на ВАЗ он не подходит. И далее сам бревок. На самом деле он поставлялся в полностью разобранном состоянии, но я его уже собрал немножко для проверки того, как он работает. Здесь, получается, у нас кнопочки. Это задняя крышка, закрывашка батарейки. Стекло. То есть, именно в этом варианте стекло поставляется вместе с брелком. Есть многие брелки, которые идут без стекла. Но они стоят там незначительно дешевле, но стекла нет. Но я заказывал как бы всё вместе. И дальше сам ключ. То есть, он изначально был разобран в состоянии. И само жало ключа я уже сделал и собрал его для проверки. Могу вам продемонстрировать. Оп, ключ выскакивает. Также обратно он заходит. Жало на ВАЗ самый обыкновенный ключ. Снял с него эту резиновую пластмассовое основание. И дальше при помощи напильника выточил вот такое посадочное место. То есть, это я всё напильником обрабатывал. А вот эту вот канавку я прорезал просто при помощи ножовки. Сделал вот такие два маленьких напила. И потом их соединил. И всё получилось. Конечно, этот процесс я не снимал на камеру. Но фотографии я вам покажу. Так, ну сейчас давайте возьмём наш брелок. Попробуем его разобрать и поместить в этот корпус. И проверить, что у нас из этого всего получится. Для начала, я думаю, разберём вот этот брелок. Здесь у нас крепится он на двух саморезах. Вот так вот. Аккуратненько разъединяем. Здесь внутри находится пружинка. Хлоп. Два болтика. Их главное не потерять. Пружинка. Вот сам ключ. Вот корпус. То есть, само жало ключа крепится здесь таким образом, что вот два болтика, они как раз таки вкручиваются у нас в этот паз. То есть, достаточно важно стаблюсти вот это вот расстояние от паза до конца ключа, чтобы он встал. На самом деле, у меня вот если так присмотреться, он чуть-чуть, вот он криво стоит. Но на работоспособность это не влияет. И если не присматриваться, это заметно не будет. Так что, как бы, покупать новые ключи, переделывать уже желания не было. Ну давайте посмотрим, что можно сделать с этим корпусом. В первую очередь достанем отсюда батарейку. Тем самым его выключив. Так, я никогда их еще не разбирал. Но тут я вижу один единственный болтик, поэтому я его сейчас выкручу. И по-моему он должен... Ага, вот все, он просто разъединился. Ничего сложного в этом не оказалось. Ну теперь, правда, главное еще все это обратно собрать. Так, это откладываем в сторону. Эта штучка нам пригодится тоже. Так как в нашем новом брелке под нее также есть место. Кнопочки. Ну и сам брелок, в принципе, он очень легко отсюда выпал. Блин, экранчик такой красивый. Здесь этот уже весь потертый. Хотя он был в брелке... Ой, в брелке, в чехле он был. Откладываем его в сторону. Как я думаю, ничего сложного в сборке не должно быть. Вот он у нас поместился, в принципе. Теперь нам нужно поставить кнопочки. Вот так. Сейчас попробуем закрыть. Закроется, не закроется. И дальше уже будем... Так, все, он у нас закрылся. Значит, можно уже приступать к окончательной, так сказать, финальной сборке. Кнопочка у нас вставляется вот сюда таким образом. Совмещаем вот эти грани. Теперь пружинка. Пружинка. Значит, с одной стороны она имеет вот этот выступ. С другой стороны она загнута вот так. Вот здесь, где она загнута, она должна встать внутрь кнопки. Там есть паз под эту пружинку. То есть, она вставляется вот так вот и, соответственно, не должна вращаться. Теперь самое интересное. Теперь нам нужно пружинка вот этой выступающей штукой должна зацепиться вот за вот этот пазл, который находится у нас на корпусе сигнализации. Так, по-моему, это делается вот таким образом. Вот так она вставляется. И начинаем ее проворачивать, чтобы она шла в натяг. Вот так. Теперь. Да, все, вот она в натяг. Кнопочки. Крайне неудобно держать эту пружинку и вставлять кнопки. Но, я думаю, ничего страшного. Теперь нам нужно аккуратно вот так вот одеть эту крышку. Все, крышка отделась. И проверяем. Ключ выщелкивается, обратно защелкивается. Вот, выщелкивается, защелкивается. Так. Кнопочки нажимаются. Так, так, так. Ну и забыли, конечно, не самое важное, но забыли. Так, придется немножечко ее разобрать обратно. Вот так. Ставим. Теперь. Вставляем вот эту штучку. Вот. И закрываем. Закрыли. Этот стоит. Проверяем. Ок. Ключ выкидывается. Давайте начнем, наверное, вот с этого болтика. С длинного. Закрутим его в верхнюю часть. Затянем. И теперь вот этот болтик. Все, он сцепился. И вот так. Кнопки щелкают. Ключ выкидывается. Теперь, в принципе, нужно как-то наклеить наше стеклышко. Так. Распаковываем стеклышко. Так. Вырезаем вот этот двухсторонний скотч. Теперь как-то нужно с него снять пленочку. Вот так вот она снимается. Так. Теперь само стекло. Клеиваем стекло. Все, стеклышко у нас на месте. Ну, я думаю, самое время попробовать вставить туда батарейку. Так. Брелок запустился уже хорошо. И давайте посмотрим температуру. Минус 10 показывает. Ну, в принципе, это похоже на правду. Так. Система вот эта вот, она очень неудобная, вам скажу. Закрывашки. Но выбора у нас нет. То есть, как бы, закрыть ее нетрудно. Вот потом открывать немножко. Ну, не знаю, может быть, просто в первый раз немножко страшно было что-то поломать. Потом, может, разболтается. Ну, то есть, закрывается она достаточно сильно. Поэтому, ну, просто имейте в виду и будьте аккуратнее. Все. Вот так вот. Вот такой брелочек у нас получился. В принципе, сами видите, нашло 10 минут времени на перестановку. И все. Теперь остается только самое важное. Попробовать его на автомобиле. И мы будем уже точно знать, стоящая эта вещь или нет. Внешне мне он очень сильно нравится. Выглядит прикольно. Как видите, в принципе, и с машиной соединение есть. Ссылка на этот брелок будет, как обычно, в описании. Можете перейти, посмотреть. И если будете заказывать, обращайте внимание, что которые стоят чуть дешевле, они идут без вот этого стекла. То есть, стекло вам придется докупить отдельно. Ну, или воспользоваться старым стеклом из вашего старого брелка. Но так как я хотел все-таки сохранить старый брелок, поэтому стекло из него доставать я не решил. Думаю, сейчас проверим это все в автомобиле. И уже будет точный вывод, нужно ли нам это или нет. Продолжение следует...